В опиющий случай в одном из столичных детсадов. Воспитательница говорит, что отказалась незаконно собирать деньги с родителей. В отместку директор ее уволила, а ребенка исключила из детского учреждения. После инцидента бывшая воспитательница написала открытое письмо мэру Кишинева. По ее словам, градоначальник якобы заблокировал ее в соцсетях. Только после того, как дело стало резонансным, Ион Чабан отреагировал на письмо. Что ответил мэр города и где в итоге заведующая детсада номер 174, узнаете в сюжете. Педагог попросила сохранить анонимность, однако хочет, чтобы ее история получила огласку. Женщина рассказывает, что почти год работала воспитателем детского сада номер 174 в столичном секторе телецентр. Все это время руководитель учреждения требовал от нее ежемесячно собирать деньги с родителей и передавать ей. Она мне напрямую говорила, что так везде работает система и этот сад не исключение. Имеется в виду, ежедневно носить ей деньги, потому что у нее тоже есть руководители, которые с проверками приходят к ней в офис. Воспитательница говорит, что когда отказалась принимать участие в коррупции, директор стала на нее психологически давить. Женщина решила уволиться, а та в ответ исключила из детского сада ее ребенка. Она неоднократно вызывала меня к себе в кабинет и говорила, что я плохой специалист, плохо работаю, что не умею учиться по системе, которая действует в этом детском саде. Меня унижали каждый раз. В понедельник я пошла за документами и неожиданно директор кинула мне и документы ребенка. Мы отправились за комментариями к директору детсада, но Людмилы Гаштя не оказалась на рабочем месте. На наши телефонные звонки она также не ответила. Сегодня сотрудники учреждения сообщили нам, что Гаштя со вчера на больничном. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, директор есть? Ее нет. А где она? А вы кто? Мы съемочная группа ТВ-8. Директор на больничном. Давно? Со вчерашнего дня. Мы попытались поговорить с другими воспитателями, которые встретили на месте, но на наши вопросы они отвечать отказались. Что вам известно о том, что директор заставляла воспитателей незаконно собирать деньги с родителей? Не знаю, я ничего не могу сказать. Когда вы в последний раз видели директора? На днях была. Я не даю интервью. Она себя плохо чувствовала? Пожалуйста, никакого интервью. Добрый день. Здравствуйте. Вы воспитатель? Да, но я никаких интервью не даю. Но вы даже не знаете, о чем мы хотим с вами поговорить? Не знаю и знать не хочу. Извините, но говорить с вами я не хочу. Воспитатель, который просит сохранить анонимность, говорит, что написал открытое письмо мэру Кишинева. Отправила ему сообщение, но ответа так и не получила. Более того, она рассказывает, что градоначальник заблокировал ее в соцсетях. Женщина считает, что Чебан знаком лично с директором детского сада. Когда у директора был день рождения, она получала поздравления от мэра и не только. Я поняла, что он может поддерживать ее. После того, как эта история стала достоянием общественности, мэр столицы написал в Фейсбуке, что не в курсе этого дела и попросил всех ответственных отреагировать на это обращение. Также он пригласил заявительницу в мэрию, чтобы обсудить ситуацию. Глава управления образования Андрей Павелой сообщил нам, что для расследования дела создана рабочая группа. Но автор открытого письма пока не знает. Каким образом вы пытались найти воспитателя? Сначала мы пытаемся найти учреждение, где мог произойти этот случай, а потом следственная комиссия установит все необходимые меры. Павелой отметил, что следственная комиссия проверила более 60 детских садов столицы. Он также выразил убеждение, что вышестоящие органы не могут брать деньги с администрации садиков, так как проверяющие незнакомы между собой. Эта история уже стала вирусной в интернете. Публикация собрала много лайков и комментариев, где другие родители также жалуются, что случай не единственный. Субтитры создавал DimaTorzok